Зубная щётка Субтитры сделал DimaTorzok Забыв, что я и так всё время слышу их Так, оставаясь незамеченным у всех на виду Осуществляю наблюдения свои круглый год И честно вам признаю, что уже лет десять не жду Что вдруг от них услышу новый анекдот Но тот, кто Вовочкой зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на это А дело в том, что все должны как можно раньше понять И для чего смешнее просто наблюдать Субтитры сделал DimaTorzok Они раскрыть мне обещают самый главный секрет Когда я вырасту, как будто я хочу его знать И вся беда в том, что хотел бы я того или нет Мне всё равно придётся всё же вырастать Но тот, кто Вовочке зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на это А чтоб вы сами убедили, что я правда сказал Я допою, а вы смотрите сериал У меня иногда складывается впечатление, что ты умеешь считать только до десяти Просто ума не приложу, кем ты думаешь стать Судьей по боксу Кем быть? Всё чаще мне приходится задуматься над этим вопросом Да и не только мне Руки медленно от груди переходят на плечи Далее вниз по позвоночнику Скользят по спине и ребрам Плавно переходят на живот Это что? Камасутра? Да нет, это инструкция по таможенному досмотру Спине и плавно на живот Как видите, папа решил сменить профессию И сестра тоже Но у неё свой способ Выйти замуж Теперь я знаю Что должен делать защитник отечества в первую очередь Он должен защитить себя от военкомата Если от меня какое-то время не будет писем, не переживай Видно, мне действительно надо отдохнуть Товарищ курсант Я! Что я? Виноват! Что виноват? Так точно! Что так? Ура! Вова, надо учиться, а не то загремишь в армию Нет, в армию я идти не могу Почему? По убеждениям По каким убеждениям? Я убеждён, что мне там не понравится Нет, военным я быть не могу Как ты можешь об этом судить? В твоём возрасте Я тридцать лет прослужил И только потом понял Что военный из меня никакой Что ты сделал? Генерала получил Нет, тридцать лет я ждать не могу Определяться надо сейчас, пока есть время Сестре тоже А вчера я спросил своего дедушку Дедушка, скажи, правда ли, что богатая, счастливая, мирная жизнь не за горами Счастливая жизнь не за горами Сказал дедушка Мы за горами Наверное, у таможенников сложная работа Ничего сложного Гражданка Откройте чемодан У меня нет чемодана Имеет значение Порядок один для всех Не знаю, станет ли папа таможенником А вот что буду делать я? Вопрос Наконец-то мне разрешили присутствовать на процессе Я сказал, что, может быть, хочу стать юристом Это и решило дело в мою пользу Может, действительно стать юристом? Я прошу суд учесть, что мой подзащитный уже имеет 19 судимостей Это существенно снижает его вину Поясните Я хочу сказать, что этот человек не является просто преступником А кем же он в таком случае является? Страстным коллекционером Посвятившим всю свою жизнь любимому увлечению Вот именно поэтому я и считаю, что мой подзащитный не виновен Но ваш подзащитный уже осознался в совершенном преступлении? Господин судья Неужели вы ему верите больше, чем мне? Подсудимый, что вы на это скажете? Я не виновен, гражданин судья Но во время следствия вы признавали свою вину? Мой адвокат убедил меня в том, что я не виновен Вы хотите еще что-нибудь добавить? Думаю, ни к чему, гражданин судья Все, что нужно было сказать, сказал мой адвокат А все, что не нужно было говорить, сказал мой прокурор Подсудимый Вам предоставляется последнее слово Пять тысяч Суд удаляется на совещание Я уж не знаю, что теперь делать Все, что можно было сказать, в вашу пользу уже сказано Слышь, друг, а может ты того Вину на себя возьмешь? Ладно, вы особо не переживайте Я приложу вам максимум усилий Чего бы мне это не стоило Даже если мне придется потратить вашу последнюю копейку Пока суд совещается, есть время подумать о своем будущем Конечно, юрист неплохая профессия Но знание закона не освобождает от ответственности Девушка, вы любите выводить машину? Люблю Так почему не научитесь? Куда это вы едете по встречной полосе? Не знаю, но по-моему я опаздываю Все уже возвращаются назад Так, свободно Задумался, гелеприговор успели Признать невиновным и освободить из-под стражи Прямо в зале суда Вот, спасибо! Ой, просто не знаю, как вас теперь отблагодарить Ну, я вам подскажу и на этот раз Вы никогда не слышали о такой вещи, как Деньги Все, понял! Еще раз спасибо Ох, одно обидно Если б знал, что меня оправдают Я украл б гораздо больше Стоит еще подумать Ох, ты знаешь Парк, в котором мы с тобой Впервые встретились Вырубают Идиоты, деревья тут при чем? Хорошо еще, что вопрос, кем быть Не включая в себя выбор национальности А то было бы совсем нелегко А после свадьбы где мы будем с тобой жить? У твоих родителей или у моих? После свадьбы мы будем жить у твоих родителей А твои родители будут жить у моих Ну, хорошо. А после свадьбы ты хоть дашь себя поцеловать? После свадьбы я позволю себя поцеловать там, где меня еще никто не целовал. Где это? На канале. Я решил пойти в кино и посоветоваться с Любой, хотя и не уверен, что она сама уже знает, кем хочет быть. А зачем вам две шляпы? А я открыл филиал. А ты чего такой грустный? Я не грустный, я трезвый. Что-нибудь случилось? Нет, я просто хотела спросить у тебя, кем мне быть? Пойдем в зал, а то здесь холодно. Пошли. Вот меня вчера тоже так цепануло, подняло и я улетел. Ну, это фигня, вот меня вчера так цепануло, потом потащило, потащило, потом подняло так, куртку сняло, бумажник вывернуло так и отпустило. Что ты хотел спросить? Кем мне быть? Посмотрись вокруг и выбери. Извините, пожалуйста, скажите, как вы считаете, что для вас счастье? Я считаю. Я считаю? До трех. И чтоб я тебя здесь не видел. Понял. Пойдем? Пошли. Что с тобой? Ну, тебе же лица нет. Давнее сегодня жена выбрала новую секретаршу. Блондинку или брюнетку? Лысую. А что ты сделал с той, которую взял на прошлой неделе? Пришлось ее уволить. Она закатила мне скандал, когда я увидел, что я жену целую. Беспредел. Ну что, дорогая, займемся безопасным сексом? Ты купил презервативы? Нет. Отправил жену к маме. Что с мамой? Все в порядке. Ну что? Стоит она тех проблем, которые у тебя сейчас будут? А? Ты уверен, что тебя просили купить 100 грамм картошки и 2 килограмма конфет? Спасибо за помощь. Не за что. Ты и так самый умный. Вон, очки надел. Чтобы носить очки, мало просто быть умным. Надо еще и плохо видеть. Пока. Пока. Все-таки хорошо, когда у тебя есть настоящий друг. Любочка. Смотри, какая клевая. Ага. Даже очень. Кому-то она уже вот здесь. А иногда это даже и не плохо. И представляешь, этот наглец-лифтер похвастался тем, что перетрахал в лифте всех женщин нашего подъезда. Кроме одной. Ну конечно, какой же нормальный мужчина позарится на эту уродину Верку с пятого этажа. Девушка, а вы не подскажете, с ком сейчас время? К сожалению, я давно уже не девушка. Ну, значит, откажемся от этих идиотских вступлений, дорогая. Дорогая? Ну да, а что? Ну, если мужчина называет даму дорогой, значит, ему нужна девушка подешевле. Послушай, ты правда наврала про лифта? Ну, конечно. Не все же время мне одной ревновать. Таня, ты бываешь такая ревнивая. Ты опять назвал меня Таня? Эх. Вот видишь, к чему приводят смешанные браки. Послушайте, вам что, нравятся плохие хозяйки? А, нет. Или женщины, которые не могут приготовить завтрак? Нет. Ну, тогда что вы уставились на мою жену? Официант. Да. Что за дерьмо вы мне принесли, да еще так мало. И вот это вы называете крепким кофе? Да, конечно. И доказательством является то, что после первого глотка вы уже так возбуждены. А почему он не сладкий? Сахарок помешайте. Я размешивал, он все равно не сладкий. Значит, другую сторону размешивали. Не обращай внимания. Все, я пошел на лекцию. А кто же читает лекцию в это время? Моя жена. Я обещал ей сегодня не напиваться. А что ж ты ей скажешь, когда придешь домой? Скажи, добрый вечер. А остальное она скажет сама. Мало в наше время друзей. Тут у одного попросил тысячи взаймы. Ведь этот козел отказал. Слушай, я должен сразу тебе предупредить, что я тоже козел. Чувствую, что что-то забрал. Откуда синяк? А, представляете, я тут вчера познакомился с шикарной девушкой. И что? Пригласил ее в кафе, посидели, выпили. Я напросился к ней домой. А потом? Дома немножко выпили. Я смотрю на нее, и все в ней шепчет «да». Ее глаза говорят «да». Губы шепчут «да». Ее тело говорит «да». А потом неожиданно пришел ее муж и сказал «нет». Как интересно устроена жизнь. Сестра может изменить свою жизнь, если выйдет замуж. А дядя Лева, если разведется. Это правда? Еще не знаю. Да ты что, она у тебя такая заботливая хозяйка, чистюля. Вот тут и оно. Ночью станешь водички попить, возвращаешься, кровать уже застелена. Слушай, ты вообще думал, как бы проходила жизнь, если бы все было наоборот, а? Ну, жизнь начиналась бы со смерти. Представляешь? Поминки. Поминки превращаются в банкер по случаю твоего дня рождения. Люди сидят, едят, пьют за твое здоровье. Потом тебя несут в гробу домой, где родственники признаются тебе в любви. Ты проводишь дни в ничего не делании, достаешь детей своими дурацкими советами, качаешь на коленках внуков и вспоминаешь, было и времена за бутылкой на стойке со своим соседом. Потом ты внезапно молодеешь и идешь на работу. Работу непыльную для пенсионеров. К тебе просыпается страсть к жене, вырастают все зубы. Постепенно работа становится сложнее, чем ниже. Но это не беда, потому что еще через несколько лет к тебе просыпается страсть вообще ко всем женщинам. Твоя дочь идет в школу, и уже не надо, не надо ломать голову над ее будущим. Ты становишься привлекательнее, и уже можешь выпить полтора литра водки без закуски. Еще через некоторое время жена уходит, и ты можешь бесконечно смотреть футбол под пиво с воблой. Проходят годы, и ты перестаешь работать, возвращаешься в институт. Но учеба не главное. Нет, главное, молодые первокурсницы. Отмечание Татьяниного дня и всех зачетов. И вот через некоторое время твой гастрит пропадает, и ты возвращаешься домой. К родителям. Уже не надо самому готовить, стирать, мыть полы. В школе ты проходишь то, что уже давным-давно знаешь. Ты первый раз куришь, идешь на дискотеку. И вот уже не надо совсем учиться. Ты проводишь дни в строительстве пирамидок из кубиков, раскрашивание альбомов, поедание мороженого. И вот уже ты совсем перестаешь бегать, как угорелый. Валяешься в свое удовольствие в кроватке. Твоя любая глупая рожа вызывает умиление у людей. А к женской груди ты имеешь круглосуточный доступ. И вот, наконец, ты попадаешь туда, где тепло и уютно, где нет перепадов температуры, атмосферных бурь, где нет комаров и соседей. И проводишь там последние свои девять месяцев и умираешь от оргазма. Зато какие успехи сделала наша медицина. В молодости мне всегда приходилось у врача раздеваться. А теперь достаточно показать язык. проезжайте! Папа! Сынок! Папа! Папа! Танцуй, танцуй, танцуй! Так у тебя, пожалуй, дорогая, ничего не выйдет. Ничего, ничего. У меня с тобой сначала тоже ничего не получалось. Что за шум был на лестнице? Папа хотел войти в подъезд, но дверь оказалась чуть-чуть левее. Господи! Сколько раз я тебе говорила, не пить больше двух рюмок и не возвращаться домой позже 22 часов. Ну, черт! Опять эти цифры перепутал. Ну вот, теперь шишка будет. Что за кино? Старость женщины выступает тогда, когда телевизор ей становится интереснее зеркала. Лучше молчи. В общем, я пока так и не решил, кем быть. Думаю, что нам придется еще раз встретиться и обсудить этот вопрос более детально. Хотя можем ничего и не обсуждать. Можем просто встретиться. Ведь это так здорово снова встречаться с друзьями. До свидания! Вам не кажется, Штирлиц, что мы уже где-то встречались? Может быть, в сороковом? В Польше, группенфюрер? Думаю, нет, Штирлиц. А может быть, в 36-м? В Испании, группенфюрер? Это вряд ли Штирлиц. А может, Петька? Хе-хе-хе! Василий Иванович, родненький. Буба, а тебе фильм нравится? Нравится, не нравится? Спроси у мамы. А я просто смотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok